Всех приветствую, друзья! С вами Джокер. Вы на моем канале Джокер Кипиш. Игра у нас в Clash of Kings. Итак, друзья, тема данного выпуска у нас сегодня это герои-командиры в подкреплении. Ихняя замена и как они актуальны в данный момент. Вот, будем с вами разбираться. Напоминаю, что у нас имеется 4 герои-командиры в подкреплении. Имеется 4 поста. Это для пехоты Саладин, для кавалерии Балдуин 4, для Фридриха 1, это Телега, и Ричард 1, это также лучник. Единственный герой, который у меня имеет не 4 звезды, это Ричард, но лучников я немножко забивал, поэтому он пока что вот такой вот. Для теста все герои будут раздеты, все подопечные, другие которых я буду использовать, также голые. Вот, тут я буду использовать других героев, новых. Я вам все покажу. Ихни плюсы, минусы. Вместе с вами разберемся, и вы сделаете для себя выводы. Прежде чем, друзья, начать, не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк, либо дизлайк на моем видео. Также, друзья, очень буду признателен каждому комментарию. И в описании, ребят, под роликом находится мой второй Телеграм-канал. Точнее, мой первый Телеграм-канал, просто еще один канал есть на Ютубе, есть в Телеграм-канале. Переходите в него, сейчас давайте вместе с вами в него перейдем. Так, вот, друзья, здесь мой канал. Здесь я делюсь сомнениями по игре, новостями какими-то, роликами здесь показываю свои. Также, некоторая реклама здесь происходит. В основном, реклама, ребят, это продажа игровых пакетов. Напоминаю, что вы можете у меня взять любые игровые пакеты, абсолютно, от доллара и до 100 долларов. Любые пакеты с 8 до 23 часов по Москве. Обращайтесь, сделаю быстро, четко. Если нужно, сделаю для вас чеки. Вот. Здесь есть полезная информация, есть просто, ну, делюсь приколами всякими по игре и своими успехами, и успехами в своей команде. Так что вступайте, будьте в теме. Также вы можете мне лично здесь задать любой вопрос. Вот так вот сделать обращение собака, джокер, кипиш. И я отвечу на любой ваш вопрос, в принципе. Либо в личку напишите, номер также там находится. Вступайте, общайтесь. И плюсом к этому каналу прикреплена группа. В эту группу также можете вступать. Вот группа здесь находится, группа живая, она постоянно растет. Здесь много всего интересного, в принципе, можете найти для себя и друзей, и, в принципе, любую тему по игре здесь можно обсудить, вам помогут. Ну, естественно, самое главное, ребят, уважать и относиться ко всем ады, ну, нормально, короче, быть нормальным человеком. Так, погнали разбираться, что у нас там по командирам. Так, ну что ж, начнем. Первый у нас командир подкрепления пехоты. Я использую, ребят, Долби. Использую я Вокс только из-за базового здоровья. Согласен, как только я его немножко качну, то мне можно будет его использовать уже в наступлении как основного героя. И повешу я на его место для себя обратно Ричарда, вот этого, точнее, Ричарда, как он там, Балдуина. Видите, да, здесь я теряю 2% урона при обороне. 10% базовое здоровье и снижение критического урона 23%. Но плюсом тут куча процентов, типа сдерживания пехоты, анти, урон при нападении пехоты. Эти проценты в наступлении мне, в принципе, нужны. Но из-за базового здоровья пока что я использую его. Еще, ребят, смотрите, это вариант, конечно, для пехотника. Для любого кавалериста, там, не точнее, для кавалериста лучше всего использовать другой командир подкреплений. Сейчас, ребят, вам покажу. Вам лучше всего использовать вот этого чувачка. Тиваша, смотрите, что он дает. Он вам дает на сдерживание пехоты. 19% сразу же, да? Кавалерия больше всего как раз-таки боится пехоту. И это единственный герой, который вас так усиливает сразу же. Напоминаю, что у меня уже 4 звезды у героев. Они максимум развиты. Тиваш все равно мощнее. Для вас главная задача именно сдержать пехоту. Поэтому для всех кавалеристов в игре этот герой самый актуален. В принципе, даже для лучников он актуален, потому что лучников пехота тоже очень сильно валит. Но часто лучники, если вы играете против пехоты, а не против телеги, то лучше использовать, конечно, за счет анти-героя этого Балдуина. Ой, не Балдуина, как он. Короче, Саладина. Вы, ребят, поняли. Вот так. Еще раз, ребят, повторюсь. Для пехоты пока что я использую Доуби. Для кавалерии лучше всего использовать Тиваша. Если у вас уже Доуби, сами играете основным составом, то уже старый как бы герой, основной командир подкрепления. Идем дальше. Дальше у нас идет командир кавалерии. Командир кавалерии. И здесь у нас я использую Шею. Что нам дает Шея? Шея дает мне анти-кавалерия 20% сдерживания 10%. Базовое здоровье мне не нужно здесь. Урон при обороне. Это мне все здесь не нужно. Это я использую, потому что я пехотинец. И моя цель убить именно коней. Смотрите, если я использую старого героя, то здесь у нас анти-кавалерия 1 и 1. Урон при нападении. Так, сдерживание точно такое же. Но какой есть потенциал? Видите, тут я как бы выиграл. Я получается 1% всего лишь с копейками. Но у Шеи есть потенциал. Сейчас вам покажу его. У Шеи есть потенциал в навыках. Вот здесь вот сдерживание кавалерии. Я до них еще не дошел. Поэтому в будущем, в будущем, будем это дело поднимать. И здесь 10% отсюда можно будет вытащить. Я все равно на конях не играю. Данные проценты я качать не буду. Поэтому весь упор будет сюда. И поэтому здесь будет плюс 10% сдерживание. Именно для пехоты это актуальнее. То же самое, кстати, для лучников. Потому что лучники коней очень сильно боятся. А вам нужно сдерживать коней. Вот здесь оно валяется, если что. Поэтому пользуйтесь. Так. Ну, соответственно, для всех кавалеристов, кто играет на конях, самый лучший командир подкрепления все-таки остается Балдуин. Он, естественно, дает вам и нападение, и базу, и так далее, и тому подобное. У вас других героев просто нет. Как, допустим, там Тиваша можно было поставить. Либо вот этого персонажа. Он настолько... Ну, не дает он таких процентов, как Тиваша. К сожалению. Так. Идем дальше. Командир лучника. У меня используется... Так. Это у нас, ребят, Митсар. Смотрите, что мы от нее получаем. Для нас важно это анти-луки 11% и сдерживание лука в 14%. Остальные проценты нас не интересуют. Так. Смотрим. Здесь герой анти-лучник. У меня две звезды. Я согласен. Если будет 4 звезды, то анти-лучник будет здесь актуальнее. Потому что там я получу еще 9%. Но здесь еще, видите, сдерживание с 4%. В новом герое его нету. Точнее, ну... В командире подкрепления. Так что здесь выбирайте сами. У Митсар тоже самое имеется. Смотрите. Здесь есть, ребят, сдерживание, которое также можно качать. И также есть анти. Здесь 10% и здесь 10%. У меня задача сдержать, поэтому я качаю именно так. Получается, здесь будет еще 9% и здесь будет еще 5%. Внизу нету никакого сдерживания. Базовое здоровье для меня не актуально. Так, смотрим. Получается Митсар в будущем при полной прокачке. Даже если я прокачаю герой командиры подкрепления вот этого. Так, анти-лучник. Сейчас на 1% у меня меньше. Это получается 9% я там добуду. Будет 10%. Вот, в принципе... Вот, в принципе, и уже Митсар будет мощнее по сдерживанию. Прямо на порядочно. На 5% будет она сильнее по сдерживанию. На 10 точнее. И точно так же будет по анти. Поэтому, опять же, если вы не лучник, а любой другой, на любом виде войск играете. Хоть там кони, хоть луки, точнее хоть телега, хоть пехота. Лучше использовать Митсар. Вот все показываю именно на процент. Так, и дальше, ребят, командир осадных орудий. Напоминаю, все, ребят, герои голые. Тест прям, ну, четкий. Смотрите, у меня используется сейчас данный герой. Если я ставлю вот этого товарища. Здесь, смотрите, сразу же. Так. Будут выше проценты анти-осадные орудия. 5 и 4. Сдерживание 4. Но и 0. Напоминаю, что у меня на нем 4 звезды. Пойдемте посмотрим, как это будет выглядеть. Для нас самое главное анти-сдерживание. Я все равно пехотой не мог убить телегу никак. Поэтому упор сделал на сдерживание. Тут уже 4 звезды. Тут мы добыли анти-936. По факту 10 будет. Так, а здесь вот такие дела. Тут у нас тоже анти-получается. И еще 6 процентов. И сдерживание еще 6 процентов. Так, внизу больше ни анти, ни сдерживания нет. Так, по 6 процентов мы еще смело можем добавлять. Получается, сюда. И что же мы имеем? Смотрите. В итоге у нас, когда мы на максимум качнем, у нас будет на 10 процентов больше сдерживания. Анти будет точно такое же. Соответственно, если вы не тележник, если вы не тележник, а на любом другом виде войске играете, то для вас данный герой будет круче, чем командир подкрепления. Потому что ваша задача это анти-сдерживание. Все вот эти проценты, урон при нападении осадных, урон при обороне, они вам нахрен не нужны, если вы не играете на телегах. Да, в сборе будет как-то это работать. Ну, блин. Это совсем не актуально. Поэтому, лишь бы защитить себя. Вот такой вот, ребят, получился у нас набор. В принципе, все. Вот так. Надеюсь, все понятно. Ну, еще, ребят, не забывайте, что в идеале, конечно, снарядить командиров. Именно, вот если я играю на пехоте, да, то на пехоте мне нужен командир подкрепления пехоты, он должен быть снаряжен в набор командира пехоты. Вот мы его одеваем. Он должен быть вот так снаряжен. Тут все понятно. Амулет и снаряга. Чем выше цвет, тем лучше. У меня синий. В идеале, конечно, золотой. Так. Дальше. А вот, допустим, по коням мне нужно анти. Анти именно кони. Здесь уже совсем другой разговор. Тут нам нужно использовать архангел. Ну, сейчас, конечно, уже новый там архангел появился. У меня пока что кристальный. И на лорде, и на героя, и на командира подкрепления. Цель здесь поднять анти. И также камушки расставить. Все это дело сделать. Вот, в принципе, ребят, и все. Получается, всех командиров подкреплений, кроме тех видов войск, которых вы играете, в идеале экипировать архангела и доп. атрибута им качнуть именно анти. И все будет шоколад, друзья. На этом, в принципе, все, ребят. Не забывайте подписываться. Ну, и выражайте свое мнение. Очень интересно вас послушать. Критику. И не только. Это, друзья, все. Всем спасибо. С вами был Джокер. Всем пока.